По всем виноваты неуступчивые соседи, которые не хотят пускать на свою территорию специалистов. Так сегодня нам прокомментировали ситуацию на Восточной 55 в ГЖКО. И проблемы это возникает повсеместно. Полгода как переехала сюда, купила квартиру, ну и начала ремонт. Смотрю, в туалете подмочено. Думаю, значит, наверное, соседи подтопили. Ну ладно. Это я в квартире все сделала, уже в последнюю очередь до туалета. Все только сделала, только, можно сказать, высохли обои. Через неделю меня затопили. Напомним, Зоя Плаксина уже больше полугода не может решить свою коммунальную проблему, а именно устранить поток воды, который периодически возникает на стене в туалетной комнате. Работники ЖЭКО уже не раз осматривали проблему как со стороны пострадавшей, так и у соседей. И даже проводили некий ремонт, но вода вернулась вновь. У женщины уже нет сил переклеивать обои в туалете, и она обратилась на телевидение. В Пятом ЖЭКе о проблеме знают. И даже пытаются ее решить. Но, по словам коммунальщиков, сталкиваются с непониманием соседей, у которых, скорее всего, и есть проблемы с сантехникой. Да, проблема возникала у нас еще в марте. 3 марта мы выполняли обследование квартиры 159. Собственника квартиры мы разыскивали. То есть у нас ушло какое-то время, то есть мы не сразу его разыскали. Через уведомления, вкладывали в дверь уведомления с просьбой обратиться к нам по указанному телефону. Только после этого, через какое-то время он к нам обратился, проведя обследование его в квартире. То есть мы выявили нарушение герметичности трубопровода общедомового стояка системы канализации, что приводило к намоканию течем в шахте коммуниционного канала. 5 марта участок текущей трубы заменили. И до августа, по словам коммунальщиков, проблем не возникало. И вот новый сигнал. И снова представители ЖЭКа пустились на поиски жильца вышерасположенной квартиры. И до сих пор мы проводим розыск, так скажем, собственника вышерасположенной квартиры 159. При помощи уведомлений. При помощи уведомлений. То есть вот у меня есть копия. То есть мы приняли решение начать обследование вышерасположенных квартир. Ну, нюансы такие возникают при тече в коммуникационных каналах. Обычно все вот эти течи дают о себе знать еще со стороны личных клеток. То есть в верхних квартирах там никаких на его уровне нет течи. Ну, на всякий случай мы проведем обследование еще выше расположенных квартир. Пока ведем розыск от квартиры 159. Между тем, собственники жилья обязаны пускать к себе специалистов ЖЭКа. В особенности, если ситуация в их квартире наносит ущерб соседям. Для решения этой проблемы мы руководствуемся в своей деятельности договором управления, который мы заключаем с собственниками домов, которыми управляем. И в частности, в договоре управления в пункте 3.3.7 у нас есть. Обеспечить допуск нам в случае аварийных ситуаций. Собственники, заключая договор, должны обращать на это внимание. И, соответственно, беря на себя обязательство обеспечивать доступ, они по возможности должны сообщать контактные адреса, контактные телефоны, к кому обращаться в ту или иную ситуацию. Однако многие жильцы на все эти договоры и данные обещания попросту закрывают глаза. Мол, в туалете евроремонт, и если пущу сантехников, они все поломают. Хотя правильнее все же предусмотреть при проведении ремонта возможность доступа к общедомовому имуществу. Но и это не тупик, говорят юристы. Если жилец не пускает сантехников, придется открыть дверь судебному приставу. Конечно. У каждого есть право обратиться в суд с защитой своих прав. В том числе управляющая организация может инициировать обращение в суд или помочь собственникам обратиться в суд с иском об обеспечении доступа. При принятии решения уже будут работать судебные приставы. Если действия лица приводят к порче жужжевого имущества, либо к уничтожению его, он несет материальную ответственность. Все это верно и для ситуации, когда один или несколько жильцов отказываются исполнять, к примеру, решение собрания собственников жилья, замена стояка или еще какие действия, затрагивающие квартиры всех жильцов. Что ж, рычаги влияния есть, только почему-то используются они неохотно. Пора управляющим компаниям уже от уговоров перейти к действию, начать управлять и решать проблемы граждан. Негоже, когда коммунальная проблема человека не находит решения по полгода. Михаил Симонов, Сергей Чурин, Информэкспресс.